ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В России собираются ужесточить ответственность за повторное нахождение за рулем без водительского удостоверения Как известно, впервые такое нарушение наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей Рецидив же будет стоить от 50 до 100 тысяч Соответствующий законопроект внесен в Госдуму Его уже поддержали правительство и Верховный суд Кроме того, рассматривается возможность конфискации транспортного средства у тех, кто постоянно ездит без прав ТРАССА 101 Власти разрабатывают новый ГОСТ для комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД В документе говорится, что камера должна распознавать более двух десятков административных составов Кроме того, вводятся новые требования к качеству изображений Оно должно быть максимально высоким и к числу фотографий Например, если водитель выезжает на встречку, то на одном из фото должен быть отчетливо виден соответствующий запрещающий знак ТРАССА 101 Россияне смогут предъявлять инспекторам ДПС водительское удостоверение и полис ОСАГО в виде QR-кода От такой функции снабдят мобильное приложение Госуслуги Авт, запущенное в прошлом году Сейчас Минцифры и МВД занимаются согласованием необходимых процедур Изучается нормативная база Упомянутый сервис изначально позволял располагать электронные версии свидетельства о регистрации транспортного средства Однако водители предупреждали, он не является полноценной заменой традиционного свидетельства ТРАССА 101 Автовладельцы задумались, что делать, если машина станет не по карману Опрос показал, сообщает издание Автоньюз Около трети отечественных автомобилистов будут избавляться от личного транспорта А каждый пятый уже сейчас собирается пересаживаться на общественный транспорт В целом же риск остаться без запчастей беспокоит водителей больше, чем вероятность угодить в ДТП Для поиска необходимых комплектующих респонденты готовы задействовать все возможные пути На официальных дилеров надеются лишь 10% участников опроса ТРАССА 101 А компания Хавейл запатентовала в нашей стране купеобразный кроссовер Шэн Шоу Машина построена на той же платформе, что и Джолион и Дарго Автомобиль достигает в длину почти 5 метров Ширина без малого 1,90 метра Размер колесной базы 2,8 метра Ожидается, что кроссовер будет комплектоваться бензиновыми моторами мощностью 184 либо 224 лошадиные силы Приблизительная стоимость пока неизвестна На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101 До свидания ТРАССА 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok